Книга «Открытым оком», 6 том, вопрос 1569, тема «Будущее мира. Страшный суд». Согласно Библии, уже всё заранее разнаряжено, и уже ничего нельзя изменить. Но, по крайней мере, можно ли видеть хотя бы, как это приближается к концу? Кто на самом деле нами руководит? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Библия говорит, что в конце мировой истории над всем миром будет один правитель, евреи с колена данного. Столицей мира будет Иерусалим. Царство его продолжится всего лишь 3,5 года. На самом деле он будет 7 лет царствовать, и только половину этого времени он будет властвовать над всем миром. Ясно, что не в раз и не вдруг все люди на земле отдадут свою волю ему. Столько миллиардов населения на земле и столько разных вер. Он должен всё привести к единой системе. Всё несогласное с этим будет изничтожено. Когда сегодня говоришь о протоколах сионских мудрецов, плане масонов о захвате мира, то многие, чересчур уж эмансипированные москвичи, в это не верят и говорят, что это поддельный документ царской охранки. Что-то и охранки уже почти столетия нет, а намеченные в протоколах планы реально исполняются. Но есть ещё сегодняшняя ситуация, в которой нужно было разобраться. И нам подсказывают знающие, что существуют реальные люди, наши современники, кто приближает приход Антихриста. Есть институт управления миром. Есть теневые мировое правительство. Вот небольшие выдержки из книги доктора Джона Коллимана «Комитет 300. Тайны мирового правительства». Витязь. Москва 2000. Предисловие переводчика. Приводятся сотни имён заговорщиков и места их нахождения. Предлагаемое внимание читателей книга беспристрастно, объективно и доказательно освещает разрушительную деятельность откровенно враждебных человеческих сил, преследующих собственные цели, одной из тактических задач которых является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и контроля, известной многим под названием «Новый мировой порядок». В книге на основе богатейшего фактического материала вскрывается организационная социумная структура исполнителей этого глобального замысла. Механизмы управления обществом и способы воздействия на индивидуальное и коллективное сознание людей, масштабы манипуляций людьми, методы агрессивной информационно-пропагандистской деятельности, размах которой не снился даже ведомству Геббельса, перечисленные наиболее явные преступления, совершенные таинственным и незванным мировым правительством. Поражают масштабы диверсии. Захвачены и жестоко контролируются все государственные, финансово-экономические, образовательные и иные общественные институты. Более того, тотальный контроль осуществлен не только на общественном уровне, но и доведен до контроля на уровне индивидуального сознания каждой личности. Принцип измерения взят этими силами за основу их разрушительной деятельности. Целенаправленно, спланированно и необратимо меняется все, от генотипа человека и окружающей его среды до менталитета и сознания людей традиционных, естественных, привычных стереотипов поведения. Против человечества ведется наступление по широкому фронту. При этом авторам очень точно подмечена основополагающая закономерность, позволяющая оставаться скрытым и безнаказанным, постепенность и незаметность производимых врагом человечества изменений. Негативные для человечества результаты становятся заметны через годы и до десятилетия непрерывной деструктивной работы. Из содержания книги однозначен вывод, что западное общество, куда нас так упорно стремятся включить демократы и либералы в настоящее время во всех своих ипостасях, включая в первую очередь государственно-политическое устройство, полностью подконтрольно всемирной паутине из открытых и закрытых тайных и секретных организаций, а также институтов, средствам массовой информации и иных структур, созданных и управляемых из единого центра, который назван автором Комитетом 300. Восточным и Азиатским обществом Комитетом 300 уже отведена роль послушной обслуги, так что уже весь мир находится под его пятой. Книга особенно актуальна для нашего читателя в связи с событием в России и странах СНГ и позволяет провести многочисленные параллели и аналоги между отшумевшими событиями на Западе и в мире и в целом и тем, что происходит у нас в настоящее время. Включение России в стран бывшего СССР, в мировую финансово-экономическую и демократическую идеологическую систему открыло путь к широкомасштабному влиянию извне, манипулированию сознанием людей и управлению нашими народами, агентами мирового правительства. Книга поднимает сознание патриотически настроенного читателя на определенную высоту, позволяющую системно и комплексно с высоты птичьего полета взглянуть на многие события и явления современности и недавнего прошлого. За время моей карьеры кадрового офицера разведки я неоднократно получал доступ к строго секретной документации, но в период моей службы в качестве офицера-политолога в Анголе мне представилась возможность изучить целый ряд совершенно секретных документов, содержание которых было необучаянно откровенным. То, что я видел, наполнило меня гневом и возмущением, и я встал на путь, с которого уже больше не сворачивал. Моей целью стало показать всем, что за силы контролируют и управляют правительствами Великобритании и Соединенных Штатов. Я был хорошо знаком со всеми известными тайными обществами, такими как Королевский институт международных дел КИМД, Royal Institute for International Affairs, Совет международным отношениям, The Council of 4-H Relations, Бильдербергский клуб, Ви Билдербергс, Трехсторонняя комиссия, Трайл Лейтарс, Сионисты, Весдионисты, Масонство, Фримосонри, Фримосонри, Большевизм, Розенкрейцерство, Большевизм, Розенкрейцерство, А также со всеми ответвлениями Этих тайных обществ. Будущий офицером разведслужбы и даже раньше, в период моей студенческой молодости, когда я занимался в библиотеке Британского музея в Лондоне, я вдоль и поперек изучил всю доступную информацию об этих обществах, а также о многих других организациях, которые, как я полагал, должны были быть известны американцам. Но когда я приехал в Соединенные Штаты, в 1969 году я обнаружил, что такие названия, как Орден Святого Иоанна Иерусалимского, The Order of the State John of Jerusalem, Иерусалайм, Римский клуб, клуб из Ром, Германский фонд Маршалла, фонд Чини, Круглый стол, Фабианское общество, Венецианская черная аристократия, общество Монт Пелерин, Клуб Адского Пламени и многие другие были совершенно неизвестны здесь. Либо в лучшем случае, как истинные функции, плохо понимались или не понимались вообще. В 1969 по 1970 год я решил исправить это положение, выпустив серию монографий и магнитофонных записей. Правда же в том, что за совершенно секретным комитетом 300, к слову, названным автором верховным контролирующим органом, возникает вопрос, органом чего или кого, существуют действительные тайные, могущественные и крайне враждебные человечеству силы. Эти силы не привязаны к приходящим формам и орг структурам. Для них и сам комитет 300, и многочисленные организации, в него входящие, и ему подконтрольные, являются ширмой, удобной и своевременной формой воплощения своих нечеловеческих замыслов. Неуязвимость этих тайных сил, как показывает история, состоит как раз в их неоднократно продемонстрированной способности легкой смены форм применительно конкретным жизненным, социально-историческим и иным условиям. Эти люди на виду, эти люди слуги мирового правительства и нового мирового порядка. Подобно насильнику, который останавливает машину и предлагает жертве подвести ее, он внешне не выглядит как чудовище, каковым является на самом деле. Если бы он выглядел так, его намеченные жертвы, крича от ужаса, убежала бы прочь. То же самое справедливо и для правительства на всех уровнях. Президент Буш не выглядел как ревностный слуга параллельного правительства высшего уровня. Но не заблуждайтесь на его счет. Он такой же чудовище, как и страшилище из фильмов ужасов. Кто же эти заговорщики, которые служат всемогущему комитету 300? Наимоле информированная часть нашего общего общества осознает, что заговор существует и что этот заговор скрывается под различными именами, такими как иллюминаты, масонство, круглый стол, группа Милнера. Для них совет по международным отношениям и трехсторонняя комиссия ассоциируются со всем тем, что им не нравится во внутренней и внешней политике. Я цитирую глубокое утверждение пророка Осии, который находится в христианской Библии. 4 глава 6 стих. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Неизбежным следствием этого становится подрыв основ христианства, медленное, но неуклонное разрушение индустриальных и национальных государств, уничтожение сотен миллионов людей, рассматриваемых комитетом трехсот как излишнее население, а также устранение любого лидера, который осмелился бы стать на путь глобального планирования комитетом Триса для достижения вышеуказанных целей. Из Ирака сделали показательный пример, чтобы другие, небольшие страны, даже и не пытались сами решать свою судьбу. Как же удается заговорщикам держать за горло весь мир, и особенно США и Великобританию? Чаще всего задают такой вопрос. Как отдельная организация одна может в любой момент времени знать обо всем, что происходит в мире, и как вообще она осуществляет свой контроль? Именно поэтому комитет выбирает такие названия, чтобы запутать ситуацию и отвлечь внимание от происходящего. Он призвал их вновь объединиться, чтобы придать новый имбульс и ускорить осуществление планов создания единого мирового правительства, которое сейчас называют новым мировым порядком. мир подошел к порогу тысячелетия, огромные массы людей находятся в тревожном ожидании неотвратимого наступления чего-то неизвестного, что может полностью изменить их общую судьбу. Человек не знает, что значит быть настоящим современным человеком. Сыграв ключевую роль в Карибском кризисе, римский клуб пытался навязать президенту Кеннеди свою программу управления кризисами, предшественующему ФЕМА Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Несколько тавистокских ученых посетили президента, чтобы объяснить ему суть программы, но президент отверг всех их советы в том же году, когда Кеннеди был убит. В будущем мир будет вернут в хаос, если он не будет управляться единым мировым правительством. В этом плане Печей настаивал на том, что Советскому Союзу следует предложить конвергенцию с НАТО. Конвергенция значит слияние, схождение, перевод. И эта конвергенция завершится равным партнерством США в новом мировом порядке. Обе нации должны будут отвечать за будущее управление кризисами и глобальное планирование. Страны третьего мира должны сами решить между собой, какая часть их населения должна быть уничтожена. Первое. Установить правление единого мирового правительства, новый мировой порядок с объединенной церковью и денежной системой под их управлением. Немногие люди знают, что единое мировое правительство начало создавать свою церковь в 1930-х годах, ибо оно осознает необходимость дать отдушину для естественной потребности человечества в религиозной вере, и поэтому оно учредило церковную организацию, чтобы направить за веру эту веру в желательное для себя русло. Второе, полное разрушение национального самосознания и национального достоинства. Третье, разрушение религий, в особенности христианства, за единственным исключением своей созданной религии, упомянутой выше. Контроль, четвертое, за каждым человеком без исключения, путем использования средств управления сознанием, а также посредством того, что Бзержинский назвал технотроникой, которая создат человекоподобных роботов и такую систему террора, по сравнению с которой красный террор Феликса Держинского будет выглядеть как детская игра. Седьмое, сокращение населения больших городов по сценарию отработанному режиму полпота в Камбодже. Интересно отметить, что планы геноцита для полпота были разработаны здесь, в Соединенных Штатах, одним из исследовательских центров Римского клуба. Интересно также, что комитет в настоящее время стремится вновь привести к власти Камбоджи полпотовских убийц. Согласно положениям Global 2000, население США к 2050 году должно быть сокращено до 100 миллионов человек. Десятое. Ослабить моральный дух нации и деморализовать рабочий класс созданием массовой безработицы. По мере сокращения рабочих мест, вследствие политики нулевого промышленного роста, проводимой Римским клубом, деморализованные и разочарованные рабочие пристрастятся к алкоголю и наркотикам. Молодежь страны посредством рок-музыки и наркотиков будет побуждаться к бунту против существующего порядка, в результате чего будут подорваны и в конце концов разрушены основы семьи. Комитет 300 поручил Тавистокскому институту подготовить проект плана по достижению этих целей. Тависток в свою очередь поручил эту работу Стэнфордскому университету, где под руководством профессора Уиллиса Хармона и был составлен этот план, получивший затем известность как Заговор Эры Водолея. Одиннадцатое. Не допускать того, чтобы народы сами решили свою судьбу, искусственно создавая с этой целью различные кризисные ситуации с последующим управлением этими кризисами. Это ослабит и деморализует население до такой степени, что в условиях слишком широких возможностей выбора массы людей просто впадут в апатию. В США уже создано специальное агентство по управлению кризисами. Оно называется Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Фема. О нем я впервые публично сообщил в 1980 году. Далее по ходу книги будет представлена более обширная информация о Феме. Продолжение распространения культа христианского фундаментализма основанного Дарби прислужником британской Ост-Индийской компании. В действительности этот культ будет направлен на усиление сионистского государства Израиль посредством идентифицирования приверженцев культа с евреями через миф о богоизбранном народе, а также путем значительных денежек пожертвований на то, что приверженцы культа ошибочно считают благим религиозным делом, направленным на усиление христианства. 14. Содействие распространению таких религиозных культов, как братья мусульмане, мусульманские фундаменталисты различных толков в ситхизм, а также проведение экспериментов с убийствами по образцу сыновей Сэма Джима Джонса. Следует отметить, что покойный Аятола Хамейни был кривиатурой 6-го отделения военной разведки британской разведслужбы известной под названием МИ-6. 15. Распространение идеи религиозного освобождения по всему миру с целью подрыва существующих религий и особенно христианства. Это началось с иезуитской теологии освобождения, которая привела к падению режима Самосы в Никарагуа, а сегодня происходит разрушение Сальвадора, находящегося уже в 25 лет в состоянии гражданской войны. Коста-Рики и Гондураса Одной из наиболее активных организаций распространяющих так называемую теологию освобождения является прокоммунистическая миссия Мэри Кнолл Этим объясняется то пристальное внимание средств массовой информации к убийству Сальвадоли несколько лет назад четырех так называемых монахинь Мэри Кнолл Эти четыре монахини были подрывными агентами коммунистов и их деятельность была подробно отражена в документах правительства Сальвадора Американские информационные агентства и пресса наотрез отказались публиковать или комментировать многочисленные документы имевшиеся у правительства Сальвадора в которых были доказательства того что на самом деле монахини миссии Мэри Кнолл занимались в стране чем на самом деле они занимались Мария Кнолл действует во многих странах она играла ведущую роль в распространении коммунизма в Родезии Мозамбике Анголии Южной Африке особый интерес к программе комитета 300 представляет сущность его экономической политики которые в целом основаны на учении Мальтуса сына английского сельского священника который выдвинулся и получил известность благодаря британской ост-индийской компании послужившей моделью для создания комитета 300 Мальтус утверждал что прогресс человечества определяется естественной способностью земли обеспечить существование данного количества людей причем после преодоления этого порога ограниченные природные ресурсы земли будут быстро истощены если эти природные ресурсы будут использованы заменить или восстановить их будет невозможно отсюда замечает Мальтус возникает необходимость ограничивать рост населения в пределах достаточности убавляющихся природных масс нет нужды говорить о том что элита не позволит поставить свое собственное существование под угрозу борного роста числа бесполезных едоков следовательно необходимо прибегнуть к практике отбора как я указывал ранее процесс отбора уже начался и производится он по методам расписанным в докладе Global 2000 в дополнение к религии опиума народа в кавычках который по признанию Ленина и Маркса был необходим сейчас имеются новые опиаты в виде массовых спортивных зрелищ распущенных сексуальных влечений и рок-музыки выросло целое поколение наркоманов пропаганда разнузданного секса и эпидемии наркомании преследует цель отвлечь людей от предходящего вокруг Бзержинский постоянно говорит о необходимости осуществлять контроль над нами массами в одном месте он проговаривается в то же время возрастут возможности социального и политического контроля над личностью скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы досье содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека соответствующие государственные органы будут иметь мгновенный доступ к этим файлам власть будет сосредоточена в руках тех кто контролирует информацию существующие органы власти будут заменены учреждениями мгновения мгновения мгновения